К другим темам. Смелые идеи, большие перспективы. Молодая пара из села Дончена Еловенского района задалась целью открыть в Молдове собственный бизнес. И у них это получилось. Поговаривают, что продуктом, который они выпускают, в давние времена пользовалась сама Клеопатра. Однако не исключено, что это просто маркетинговая байка. Впрочем, у нас в стране он появился каких-то 10 лет назад. Речь идет о сахарной пасте, которую используют для популярной в салонах красоты процедуры удаления нежелательных волос. Тягучая, как мед, золотистого цвета масса и есть сахарная паста. Вариации цветов могут быть от светло-янтарного до черного, как чай. Все зависит от пропорции применяемых ингредиентов. 27-летняя Иоанна Янаки, автор данного рецепта, считает, что чем меньше ингредиентов, тем лучше. 99% есть компус из обе и сахара, эффективно бомбоану. Но секрет в пропорции. С пропорциями девушке пришлось помучаться. Около года она экспериментировала у себя на кухне, прежде чем создать идеальную формулу пасты. Получилось целых три вида, которые можно использовать в домашних условиях, сэкономив на процедурах в салонах немалые деньги. Так хобби Иоанны стала обретать черты бизнеса. Наши клиенты, которые приходят в домашних условиях, не нужны специальные студии, чтобы их использовать. Двигателем прогресса стал молодой человек Иоанна Николай. На развитие бизнеса выиграл грант от Организации по развитию малого и среднего бизнеса и взял на себя основные заботы – написание бизнес-плана, анализ финансов. Бюджет на открытие производства составил порядка 200 тысяч леев. Грант в 131 тысячу выделило госучреждение, остальное – накопление молодых людей. На эту сумму удалось закупить необходимое оборудование. Скоро оно вовсю начнет работать, пока молодые люди распространяют сахарную пасту в интернете. Бизнес Николая и Иоанна не единственный, которому дала толчок Организация по развитию малого и среднего бизнеса. Ежегодно они предоставляют гранты предпринимателям в более чем 12 разных категориях, покрывая большую часть расходов. Заявки на получение грантов подаются в течение года. Для каждого вида программ разные сроки. С ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.